Семья Елены Плотниковой не первый год живет в Мечниково. В небольшой однокомнатной квартире ютиться уже привыкли. На новую и не рассчитывали. В обычные годы жилье семье не по карману. Не то, что в кризис. Долго снимали здесь жилье в поселке, а потом эту квартиру выкупили, вот эту однокомнатную. Так как детей двое, старшему сыну 25 лет, вот Семену 13, муж, конечно, нам было очень тесно. В 2012 году Плотниковы встали в очередь на улучшение жилищных условий. Долгожданный звонок из администрации с хорошими новостями застал в самое волшебное время года. Под Новый год у меня наконец-то появится своя комната, радуется младший Семен. Будешь жить в новой квартире, ну лучше будет, еще восьмой этаж, высоко. Вместе с Плотниковыми новые квартиры получили еще 44 семьи. Появилась возможность решить жилищные проблемы нуждающихся, и мы ее не упустили, делится глава поселения. Увы выделились определенные средства, плюс дополнительное поступление в бюджет. Было принято такое решение выйти на сайт депутатов с выделением 350 миллионов рублей на приобретение 45 квартир в муниципальную собственность. Для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан сельского поселения Ринска, которое стоит на очереди с 2005 года. Финансовых средств хватило, чтобы обеспечить жильем 70% очередников. Сегодня все они собрались в этом зале на торжественное вручение ключей. Ну здорово. Я думаю, это редко какое поселение может похвастаться, наверное, таким замечательным подарком к Новому году. Ну и, конечно, сказать, в первую очередь, спасибо главе Алексеевичу, представителю Совета депутатов. Все-таки это власть, власть поселения, которая видит, слышит людей, знает и, в общем-то, и занимается проблемами. Можно смотреть и не делать, они все-таки делают, стараются, в общем-то, молодцы. Ну что, наверное, приступим к вручению. Еще 27 Ульинского получат долгожданные ключи от новых квартир в следующем году. Деньги на эти цели в бюджете 2016-го уже предусмотрены – 70 миллионов рублей. И тогда очередь и вовсе ликвидируют. Но сегодня все внимание к тем, кто уже стал счастливыми обладателями новеньких квартир. Новоселы шутят, не иначе, как Дед Мороз постарался. Праздновать Новый год в новой квартире приятно вдвойне. Я так с первой и не понял, что это. Вроде не 1 апреля, а просто как бы не ждали такого подарка. Эмоции переполняет. Естественно, я ждала эту квартиру очень давно, очень долго. С ночи не спала, если по правде. Я очень рада. Теперь Елена Нестеренко с удовольствием встречает гостей. Говорит, места в двушке хватит на всех. Квартира с полноценным ремонтом, все необходимые сантехникой и коммуникациями. Осталось дело за малым – завести мебель и праздновать новоселье. А по соседству также в новом жилом комплексе «Западный остров» в деревне Бузланово поселится и семья Плотниковых. Замок с первого раза не поддается, волнение дает о себе знать. И в их двухкомнатной квартире есть все, что нужно для того, чтобы начать новую жизнь.